Ну а пока к другим темам дня. Опасаются за свое здоровье жители поселка Марково Иркутского района. Населенный пункт оккупировали бродячие собаки. В зоне особого риска школьники. В этом убедилась Антонина Махнюва. Не просто друзья, а товарищи по несчастью. Тимур и Руслан выходят гулять по поселку только вдвоем. Вместе не так страшно столкнуться со стаей бродячих собак. Я когда в школу хожу, они начинают на меня нападать. Вот несколько раз уже было, когда большая такая собака на меня начала нападать, и у нее портфельно начал отбивать. А я когда иду, они здесь лают, потом бегут на нас, кто идет рядом. При этом приходить к людям собаки в одиночку тоже не рискуют. Собираются в стае по 5-6. Гулять по поселку предпочитают ранним утром и поздним вечером, когда людей на улице много. И чем чаще встречаются люди и собаки, тем больше от этого негативных последствий, самые страшные из которых – укусы. У меня на памяти три таких обращения точно. Укусы малолетних детей в частности, которые сейчас находятся в судебном делопроизводстве. На данный момент отлов бродячих безнадзорных животных не осуществляется. Но почти все готово для проведения конкурса среди городских питомников. В ближайшее время администрация Иркутского района выберет организацию, которой предстоит заняться отловом животных. Работы должны начаться не позднее середины апреля. Мы работали в том году по отлову, отловили 800 животных. В этом году планируем тоже участвовать. Ловить не нужно. Почему? Потому что много заявок. По самым скромным подсчетам, в Иркутском районе сейчас свободно прогуливаются почти полторы тысячи собак. Большая часть из них – крупные сторожевые псы. Тесное соседство с дачами, как правило, оказывается основной причиной, по которой жители поселков Иркутского района страдают от нашествия бродячих собак. Ведь когда дачники на зиму отправляются в свои квартиры, животных почему-то предпочитают оставлять на участках. А им ничего не остается делать, как в поисках еды отправляться в ближайшие поселки. Вот и получается, что из-за безответственности одних людей здоровье страдают у других. Антонина Махнева, Андрей Назаров. Новости по будням.